Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапа 50 лет назад. Художественный взгляд на курорт в работах Александра Масиенко. Добро пожаловать в Анапский городской футбольный клуб. Анапа презентовала новую команду футболистов. В «Горячем ключе» состоялось зональное совещание по итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления в 2013 году и задачам последующего периода. В Доме культуры собрались активисты ТОС девяти муниципальных образований края. По итогам традиционного конкурса ЗСК в каждом районе выбрали тройку призеров – лучших ТОСовцев. В совещании провел председатель краевого парламента Владимир Бекетов. Он нацелил представителей ТОСов на помощь в решении вопросов – занятости населения, развития малых форм агропромышленного комплекса, профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни и нравственное воспитание молодежи. Сегодня ТОСовцы помогают гражданам в решении самых разных вопросов. Например, спорок по услугам ЖКХ, благоустройстве поселков и станиц. Территориальные организации самоуправления содействуют полиции, обеспечивают занятость населения и проводят праздники. ТОСы давно стали важнейшей частью нашей системы местного самоуправления. Выстроенная таким образом, совместная работа позволяет местной власти быстро и результативно проводить в жизни принятые решения. А самим жителям дает возможность объединить свои усилия для решения первостепенных жизненно важных вопросов. Благодарности и подарки победителям краевого конкурса вручил председатель ЗСК Владимир Бекетов и директор Департамента внутренней политики Владимир Свеженец. Первое место в Анапе заняла Анастасия Кульбякина, председатель ТОС номер 63. За четыре года работы добилась солидных результатов. В микрорайоне юбилейной станицы Анапска провели освещение, ремонт дорог и дополнительное асфальтирование. Все призеры муниципалитетов получат из краевого бюджета на развитие ТОСов 500 тысяч, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. В связи с тем, что мы получили такую премию, такая помощь от края нам пришла, то если получится, то конечно провести центральную канализацию, микрорайон юбилейный, так как это на данный момент очень необходимо, и асфальтирование дороги. Второе место заняла Анапчанка, председатель ТОС номер 38 Наталья Иванова. Третий – председатель ТОС номер 98 хутора Рассвет Валентина Стамбальян. Эти женщины неравнодушны к своему городу, заботятся о чистоте и благоустройстве, делают все для процветания своих территорий. «Отреставрировали колодец, который построен был коммунарами в 1922 году. Мы написали книгу о Рассвете, история возникновения села Рассвет. У нас она лежит в библиотеке без проблем. И дальше вот это собираю я для книги памяти о жителях-ветеранах, которые жили в селе Рассвет. Она еще не закончена, но на стадии окончания». «Мы очень много сделали за эти три года, провели канализацию, дороги, свет, освещение уличное. Мы очень этому рады. У нас люди сплотились, все стали друг друга знать, узнавать, здороваться». Работу ТОСов назвали положительной и эффективной. На встрече приняли решение проводить обучающие семинары для председателя, где лидеры конкурса смогут поделиться опытом с коллегами. Еще одним подарком для ТОСов стала концертная программа, которую совместно организовали муниципалитеты Кубани. Последовательность и инициатива. Мэр Анапы Сергей Сергеев на очередном планерном совещании напомнил заместителям и руководителям городских служб. Принцип эффективной работы во взаимодействии всех служб. За мужество, выдающиеся заслуги и зрелость в принятии решений представители Анапского районного казачьего войска получили заслуженные награды. Работу анапчан отметили в Совете Министров Автономной Республики Крым. Мало кто знает, ни одно районное казачье общество Кубанского казачьего войска так не было обеспечено, как наше Анапское районное казачье общество. Я имею в виду транспорт, сухой паёк материального помощи. Это в Анапском было выполнено все, благодаря, я так считаю, руководству города Кубанского оказали помощь. Спасибо вам, Дэй. События поистине исторические. И вчера представитель Совета Министров, тот, который подписал благодарственные письма и грамоты нашим казакам, был назначен президентом, исполняющим обязанности губернатора Республики Крым, главы. Я думаю, что по прошествии какого-то времени у нас у всех появится возможность мы у норожденных казаков, в первую очередь, показать своим потомкам вот этот документ и сказать, посмотрите, в каких событиях я посредством тебе получился. О криминогенной обстановке в городе-курорте читался начальник отдела внутренних дел Андрей Терёхин. За неделю проверили 46 иностранных граждан, нарушителей из Украины депортировали. Не выдержали проверки два магазина, реализующих алкоголь. Из продажи изъято 350 литров алкопродукции. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая сообщила, 18 апреля в Анапе открывают детский садик номер 4. Педагогический состав и детские группы полностью сформированы. Проектные документы на разрешение строительства новых дошкольных учреждений в 2015 году готовят на рассмотрение в Министерство образования. Специалисты Управления муниципального контроля подготовили 125 материалов о подаче исков в суд, претензии к хозяевам гостиниц и земельных участков из-за формулировки «Земля под ИЖС». Нарушителям рекомендовано переоформить целевое назначение земли. Направьте каждому предпринимателю, либо через главу, письмо, что находятся какие-то документы. И тот, кто сегодня начнет процесс переоформливать, мы приостановим тоже нашу деятельность. Отель «Капитан», который у нас горел. Перелезим? Не могу сказать, Сергей Павлович, но заявление подавал не точно. Нет, не перевернули. Он из ИЖС стал отныне, свидетельство поменял? Нет. Налогооблагаемая база изменилась. В 68 раз разница только по земле. Среди планов на неделю и долгосрочных Сергей Сергеев назвал подготовку к летнему сезону, организацию детского отдыха. Ответственным необходимо постоянно контролировать рынок торговли и ценообразования. Задачи не новые для чиновников, но требуют нового подхода в решении. Планомерного, последовательного и в условиях взаимодействия всех городских служб. Заместитель мэра Анапа Алексей Козлов рассказал о проведении благотворительной акции на самой высокой ноте. В прошлом году благодаря акции одаренные дети получили возможность заниматься музыкой. Главы сельских округов получили задание привести все памятники в порядок. Предприятия Санкура и торговли к майским праздникам должны привести в идеальное состояние – в системе работы и внешнем виде. Внешний вид города-курорта в деталях в поручениях заместителя мэра Анапы Алексея Харитонова. Остановочные павильоны, ямочный ремонт дорог, покраска пешеходных переходов – все работы должны быть выполнены в срок – до конца недели. Особое внимание необходимо уделить набережной, перестелить тротуарную плитку, высадить цветы на клумбах, почистить и восстановить декоративное покрытие фонтана. С контрольным вопросом на планерке выступил начальник управления здравоохранения Вячеслав Ушаков. В докладе отметил, в состав скорой помощи включена дополнительная бригада сотрудников. В июле-августе таких групп будет еще как минимум две. До конца года в системе здравоохранения планируют укомплектовать пять дополнительных бригад скорой помощи. И к другим темам. В детской художественной школе открылась персональная выставка художника Александра Масиенко. Инициаторами выставки стали преподаватели художественной школы. Они собрали работы автора 60-х, 70-х годов прошлого столетия. И все они об Анапе и о море. Лариса Басова побывала на открытии выставки. Эта выставка стала сюрпризом для самого художника. Давно не выставлялся и уже прожил много, поэтому решил, вот Людмила Рудольфовна здесь собрала работу и выставила. И пригласила меня, говорит, приходи на открытие. Ну вот я и пришел посмотреть на старые работы. Выставку организовала преподаватель детской художественной школы Анапа Людмила Литвиненко. Она и представила ученикам школы на открытии выставки художника Александра Масиенко и приоткрыла завесу секретов мастерства. Свои работы он пишет не сразу, он их собирает. Собирает из красивых мотивов. Он собирает красивые места. И каждая работа его не просто пейзаж, а рассказ. Маленький рассказ о каком-то времени. Живопись Александра Масиенко считается образцом классики. Эти старые работы отображают простую действительность, наполненную теплотой чувств, вызывающих ностальгические нотки по ушедшим в прошлое пейзажам Анапы. Взрослые зрители вспоминали старинную Анапу. Экскурсоводом был сам художник. И слова «А помните, там стоял домик? Там была аллея сирени? Слышались то тут, то там». Зрители-дети черпали уроки мастерства, выстроенные четкой композицией и техники. Картины написаны не только кистью, но и мастахином, крупными мазками. При этом на определенном отдалении картина не распадается на частички. Это целостный рассказ о шторме или падающем снеге. Картины не то что в одном стиле, они все совершенно разные. По возрасту их написания они совершенно отличаются друг от друга. Есть спокойные картины, которые достаточно распокаивают человека, выполненные в одних тонах. Есть очень такие вот эксплуативные картины. Выставка очень интересная, разнообразная. Здесь можно увидеть самые разные моменты жизни Анапы, то есть уже которых нету, наверное. Александр Масиенко скромный и не публичный художник. Он делает персональные выставки в среднем раз в два года. Поэтому всем, кто помнит старую Анапу и любит ее, советуем посетить выставку, чтобы душа озарилась теплыми воспоминаниями. Отсчет новой эры анапского футбола начался с презентации футбольной команды Анапа. Знакомство заядлых болельщиков с командой прошло в Большом зале городского театра. Спортивное напутствие играть и выигрывать во славу города-курорта дал мэр и президент анапского футбольного клуба Сергей Сергеев. В городском театре настоящий праздник. Приглашенные гости – спортсмены, тренеры, болельщики, студенты и школьники. Название мероприятия «Наш город, наша команда» – «В девятку». Болеть за новую сборную готовы все намчане без исключения. Слишком долго ждали, когда у города будет своя команда. Я уверен, что люди, которые будут защищать сегодня цвета клуба, люди, которые будут на футбольном поле доказывать нашу состоятельность. То, что мы сегодня делаем, конечно же, в большей мере, мы делаем для молодежи. За ними будущее, за ними пополнение состава и развитие в целом нашего футбольного клуба. В футбольных клубах мы создавали и изначально задумывались единомышленниками для поведения его в чемпионат России. Тренер новой команды, спортсмен с именем которого связаны самые яркие победы и достижения анапского футбола. Агоп Каладжан не раз приводил свою команду к победе, знает секреты спортивного мастерства и цену красивой игре. Хочу сказать большую благодарность за болельщиков города, руководству города, президенту футбольного клуба, главе администрации города Сергея Павловича за понимание, что у нас в городе нужен футбол. Ну а мы, руководство команды, постараемся не подвести вас и занять достойное место, за которое нам стыдно не будет. Спасибо. Под несмолкающие аплодисменты зрительного зала на сцену пригласили футболистов. В состав команды вошли опытные спортсмены и молодые таланты. От имени болельщиков выступил Владимир Беда. Ребята, вот вы сами убедитесь, мы всегда вас будем поддерживать, только радуйте нас. Защищайте наш любимый город и мы будем радоваться. Всегда. Говорят, что футбол – это война людей не на жизни, а на кубок. Дорогая и любимая наша команда. Мы вас искренне поздравляем с тем, что вы теперь в Анапе, в самом лучшем городе на Земле. Ближайшая игра новой команды в Новороссийске в субботу 19 апреля в 17 часов. Футбольный клуб Анапа встретится с командой Черноморец-Дубль из города Героя. А в субботу 26 апреля на стадионе «Спартак» состоится матч между Анапой и командой из краевой столицы ЦСП «Краснодар». Начало в 17 часов. Анапчан приглашают поддержать команду Анапа. В минувшую субботу в Анапе на стадионе «Хутора Заря» сыграли команды «Рассвет» и «Приморец-Локомотив». В субботу на стадионе «Хутора Заря» сошлись команды «Рассвет» из «Хутора Рассвет» и «Приморец-Локомотив» из села Цибанабалка. Исход игры решила пенальти. Со счетом 3-1 победила команда «Приморец-Локомотив». В воскресенье команда «Олимп» из поселка Виноградного принимала умелец Станицы Анапской. После дополнительного времени определился победитель «Олимп». На стадионе Понтас в поселке Витязева сыграла сельская команда «Ставрос» и анапская «Сапфир». Со счетом 2-1 в полуфинал вышла команда «Сапфир». В основном времени матча между командами «Заря» из «Хутора Заря» и «Ника» из «Анапы» соперники сыграли в ничью 2-2. В однозначенное дополнительное время «Ника» вышла вперед со счетом 5-3. По итогам игр 1-4 финала в полуфинале на поле встретятся команды «Ника» и «Приморец-Локомотив» и «Олимп» с «Сапфиром». На матчи весеннего кубка приглашаются все поклонники футбола. 15 апреля сотрудники аэропорта «Анапа» отмечают юбилей 40 лет безупречной работы. Смотрите сегодня, сразу после выпуска новостей, фильм о работе аэропорта «Анапа». Авторы фильма и сотрудники аэродрома вместе попытались найти ответ, какая служба в аэропорту самая важная. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 16 апреля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 11-14, ночью около 9 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 10 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин